Приветствую, друзья, приветствую, партнёры, все, кто нас сегодня смотрит. Классный мы ролик посмотрели, да, я прямо сразу вспомнил все наши мероприятия, когда мы встречались вот на Экофесте. Да, добрый вечер, друзья. Я очень рада также посмотреть этот ролик и участвовать в марафоне. Сегодня я в качестве ведущая, меня зовут Наталья Косполова. И рада то, что мы вместе с Русланом Багировым объединились сейчас в выступлении два региона. Это Уральский федеральный округ и Западная Сибирь. Я приветствую всех спикеров. Привет, друзья, вы молодцы, что с нами. И очень здорово то, что сейчас подсоединяются люди с разных городов и будут также участвовать в нашем замечательном марафоне СВСИ. Да, меня зовут Багиров Руслан. Наталья меня тоже представила, благодарю. Сегодня мы будем вести марафон вместе, вдвоём. И сегодня у нас с вами такое большое мероприятие, где много участников. И мы хотим с вами поделиться, почему мы двигаемся в проекте, почему мы сторонники этой технологии. Я в компании являюсь региональным куратором по Свердловской области. И мы с командой взяли на себя вот такую ответственность сделать мир лучше, присоединиться к действительно величайшему проекту. И, конечно, очень мы благодарим всем Анатолия Эдуардовича Яницкого, что он дал эту возможность нам участвовать в таком движении мирового масштаба. И это поистине ценно, как для меня, так и для всей нашей команды. Я уверен в этом. Да, и хочу сказать, что недавно состоялось несколько марафонов на английском языке. И также Вьетнам представил свой марафон. И русском языке было 19 июля. И сейчас, друзья, 25 число августа мы с вами все вместе. И будет также выступать наше уважаемое правление. И хочу сказать, что буквально год назад, в это время, мы были в Минске. И после Экофеста мы были на грандиозном празднике 25 августа. Это было замечательно. А сейчас мы с вами и продолжаем работать, и трудиться. Ну что ж, передаю слово Руслану. И я бы хотел договориться с вами сегодня о небольших правилах нашего мероприятия. Мы заходим на площадку и отключаем звук. И, конечно, рекомендуется оставить видео включенным, чтобы у нас была вот такая возможность ощутить присутствие, что мы находимся рядом, близко друг с другом. Но для того, чтобы не мешать дальнейшему ведению нашего марафона, мы отключаем звук. И в том числе выступающим тоже напомню. Мы с вами выступили, выключили звук и передаем нашу эстафету следующему спикеру. И я хочу представить вам сегодня следующего спикера. Это человеку, который всегда поддерживает свою команду в партнерской сети. Он является моим спонсором. И мы все любим его, уважаем. Это Алексей Суходоев. Алексей, я надеюсь, ты уже на площадке. Передаю тебе слово. И мы начинаем наш марафон. Приветствую вас, дорогие друзья. Очень рад слышать. Ну что ж, время поменялось. И сейчас время, которое уже не вернуть назад, но мы двигаемся вперед и будем просто лететь. Я расскажу небольшую историю, как все начиналось именно с моего примера. И до проекта я занимался и традиционным бизнесом, и различными проектами. И, так скажем, в плане заработка никаких проблем не было. Можно было расти, можно было масштабироваться. Но что касается обычных проектов, я перестал этим заниматься, так как искал нечто большее, основанное на реальном бизнесе, на реальной технологии, желательно прорывной технологии. Когда-то я даже записал видео в YouTube и даже не представлял, что это может сбыться. Первая информация ко мне пришла еще в 2013, я думаю, так рано вообще, я не ожидал такую информацию. И пришла от случайного человека. Я подумал, струны, какое-то будущее. Нет, я, пожалуй, еще подожду и посмотрю. И во второй раз пришла информация уже от моего хорошего знакомого. Для меня его мнение было авторитетно, Сергей. И он сказал одну фразу, которую я запомнил на самом деле на всю жизнь. Что, обрати внимание, Леш, на проект, он теоретически может стать круче, чем Apple и Google вместе взяты. Вот этой фразы мне было достаточно. Я еще тогда не разбирался ни в IPO, ни в блокчейн. И стал погружаться в проект как инженер-механик, в первую очередь, с инженерным образованием я. И первая брошюра, которую проштудировал, это 100 ответов на 100 вопросов именно технических. Я понял, что технология технически абсолютно реализуема. И вопрос был, а реально ли это воплотить с точки зрения финансирования. Началась плодотворная каждодневная работа. Началось то, что сейчас мы дублируем на другие страны, на другие континенты. И сейчас вот Африка очень сильно подтянулась. Буквально вот сегодня уже проводили оффлайн-мероприятия, несмотря опять же на пандемию, камерунцы. И они обязательно повторят опыт Нигерии и африканских стран. И они делают то, чего сегодня нам невозможно сделать, так как просто нет времени. Они приглашают людей, рассказывают о проекте. Когда-то я по 20 примерно звонков делал минимум в день. И буквально за месяц лишним, я помню, как мы с Русланом гуляли по аэропорту. И мы рассуждали, но на тот момент был определенный результат. То есть первые полторы тысячи людей буквально за полтора месяца к первой конференции. Таков был мой результат. Возможно, поэтому и сейчас находимся те, кто тогда предпринял усилия на определенных стратегических позициях. Но я хотел бы сказать, что здесь вообще двери и дорога открыты абсолютно любому человеку, который предпримет максимальные усилия для своей самореализации. Подумайте, в чем вы сильны, в чем вы можете быть полезны для проекта. Я всегда стараюсь быть максимально полезным. И на данной стадии, несмотря на то, что, казалось бы, многие меня знают по блокчейн направлению, в 2017 годах это направление приостановилось. Сейчас я с удовольствием передаю свой опыт, потому что с 2017 года все равно я в это дело был погружен. И это происходит абсолютно на энтузиазме, для того, чтобы наш проект получил максимально яркую окраску. И каждый из вас может дать свой свет, потому что действительно каждый из нас уникален. Но что нас объединяет, это то, что мы объединились в таком высокотехнологичном проекте. И когда-то впервые я увидел первый прогон юнибайка, а сейчас мы уже с вами лицезреем в Арабских Эмиратах. Даже не первую трассу, а будет вторая, третья линия. И это только начало. То, что многие не могли поверить, в 2014 году мы сейчас с вами финансируем, а головная компания реализует. Это подготовка к сертификации, это подготовка к выходу на коммерческие реальные проекты. И поэтому вот те, кто сегодня на площадке, те, кто будет смотреть, это действительно тот боевой десант, который может сейчас высадиться с помощью даже системы, которую я инициировал и быстро перестроился с обучения. Это лидогенерация. Если вы говорите на иностранных языках, то без проблем вы можете начать свое развитие в любой стране. И закончить я хотел освещением того, что у нас будет по обучению. Это будет мощный тренинг по продажам. И я могу сказать, что этот человек обучал тысячи продавцов, топ-менеджеров, различных предпринимателей, таких компаний, как Panasonic, Toyota, Volvo, Renault, Nestle, Heineken, Toshiba и также Maersk. То есть это как раз-таки контейнерные перевозки, которые мы с вами все ожидаем. И будет от простого к очень сложному. Все обязательно поймут, как действительно нужно продавать. Ну а потом уже подоспеет тренинг непосредственно в социальных сетях, где продажи можно будет применять. И те, кто до конца сегодня прослушает это мероприятие, либо записи, либо в реальности, его ожидает сюрприз. Это видеообращение от замечательного профессионала по продажам, которое все смогут увидеть и у которого все смогут обучиться, кто достиг статуса мастер абсолютно бесплатно. Рыночная стоимость этого обучения примерно 500-600 долларов. И также будут определенные условия по степ-ап. Так что я предлагаю дерзать дальше, прокладывать нашу струнную дорогу по всем странам. И каждая история, каждого из нас абсолютно важна. Поэтому я передаю слово следующим спикерам. Благодарю вас. Счастливо. Отлично. Супер. А следующим спикером у нас будет Александр Харин. Еще раз, Алексей, благодарим тебя. Саша, твое слово. Человек, который горит просто проектом. Он делает все то же самое полезное, что может делать для проекта. И Саша сегодня выступает с Ольгой в одной комнате. У них красивая заставка. Ребята, приветствую вас. Привет, привет, Руслан. Привет всем остальным. Спасибо Алексею за такое вступление. Хотелось бы очень сильно поддержать все то, что он там сказал. Это будет просто в аналах истории прописано. В том числе, возможно, этот вебинар каким-то образом. Что хочу сказать по поводу компании. Все мы сюда пришли по разным причинам. Кто-то долго присматривался, кого-то затащили, кто-то нарвался на ролик в интернете или разговор где-то. Важно то, что мы в этой компании можем реализовать. И это очень хорошо рассказал Алексей. Мы можем применить все наши лучшие качества в этом замечательном, огромном проекте, который, безусловно, принесет счастье и мир на эту планету. Мы, имея информацию об этом проекте, мы не имеем права игнорировать этот проект. Потому что это единственный выход для нашего человечества, для того, чтобы продолжать существовать на планете, жить, плодиться и развиваться. Поэтому я очень рад, что я пришел в осознанном возрасте в этот проект. Со всем моим багажом я, кстати говоря, с ним познакомился перед первым классом в 1982 году, когда прочитал первый журнал, который мне выписали родители. И там как раз и писалось колесо, в небо на колесо. И вот с этой идеей я все уже не прожил. Желаю успехов команде. Команда у нас замечательная. Я имею в виду именно тысячу человек в Минске и в других странах. Здоровья и сил Анатолию Эдуардовичу. И всем нам дождаться в ближайшем будущем реализации и принятием человечеством этой возможности. Спасибо вам. Супер. Саш, тебя тоже благодарю. И следующий наш выступающий Наталья Телицына расскажет, почему она в Skyway, я думаю. Да, Наталья, прошу подключить к нам микрофончик и ваше слово. Слышно меня? Да, слышно, все отлично. Слава Богу. Меня пригласила в проект Галина Павловна. Приглашала долго, как правило, нам всегда некогда и неохота. Но, короче говоря, пришла. Была восхищена идеей струнного транспорта, решающей очень многие вопросы. И самое главное – это безопасность и экологичность. Меня поразил очень Эдуард Антолий Дарькович Ницкий. Жить с такой идеей и не сдаваться – столько трудностей было на его пути. Он уже третий раз начал в России. Какой грамотный, эрудированный человек. Я прочитала сто вопросов и сто ответов и была вообще восхищена. Таких вот специалистов, разбирающихся во всех инженерных дисциплинах, раз-два и больше нет. Скайвей взял мощный темп. Его придерживаются до сих пор. А я Скайвей из четвертого или пятого этапа точно даже не помню уже. Сегодня производство уже выходит на серийное, уже похоже. Успех этой технологии – это качественные инженерные решения. Это прорывная технология, самая настоящая. Про все новое нам рассказывают и показывают. Все замечательно, вас слышно, Наталья. Ну, хорошо. Я в Скайвее с 2015 года. И когда я узнал про такие разработки и идеи, я решила поддержать именно Анатолия Эдуардовича. Ну, думаю, ну, немножко там, ничего, один раз заплачу, ничего страшного. На сегодня у меня уже 12 или 13 рассрочек выплачено. Теперь я вижу, что все идеи правильные. Я была в 2019 году в Красной Горке. Это был грандиозный фестиваль, грандиозное событие. Я видела своими глазами, прокатилась на Юнибусе, была в восторге и была горда за всех нас. Технология Юницкого обвиняет нашу жизнь и жизнь нашей планеты. Все мои подписчики, они и смотрят, и читают, и живут тоже этой идеей. Спасибо за внимание. Наталья, я знаю, что вы сами инженер, и поэтому то, что вас именно идея вдохновила, это, конечно, очень классно. Я тоже вижу ваше рвение, то, что вы развиваете именно командный процесс. Благодарю вас за вот такое выступление от всех нас. Благодарю за то, что двигаетесь в проекте. И я передаю слово следующему нашему спикеру, Александру Баранову, партнеру, другу. И, Александр, подключайте микрофон и делитесь, вот почему вы в Skyway. Добрый день, меня видно. Добрый вечер всем участникам сегодняшнего вебинара. Представлюсь коротко, Баранов Александр, по образованию инженер-механик. Основной вид деятельности в последнее время – это выставочный. Я считаю, что мне повезло. Повезло, что я в свое время, в 2016 году, познакомился с этой технологией. Практически сразу Аркадий Бирюков меня убедил. А благодаря тому, что это была выставочная деятельность, мы встретились на выставке, мне вторично повезло. Я практически сразу, через месяц, встретился на выставке в Минске с Анатолием Эдуардовичем. Далее резение меня не отпускало. И благодаря тому, что, опять же, я познакомился и сразу получил ответы на большинство сомнений, которые у меня были по вступлению в этот проект, лично от Анатолия Эдуардовича. Мне удалось убедить главу администрации города Екатеринбурга внимательно отнестись к этому проекту. И командой нам удалось организовать. В течение полутора лет мы старались, продвигали этот проект в Екатеринбурге, подписали соглашение между администрацией Екатеринбурга, побывали на производстве, прокатились на Юнибусе. И мое везение на этом не кончилось, потому что лично встречи с Анатолием Эдуардовичем более шести раз, как один на один, так и... Меня слышно, видно? У меня пропало. Слышно, видно, Александр? Все замечательно. Вот. Поэтому, если коротко далее резюмировать, почему я в этом проекте? Прежде всего, прельстила гениальная идея, которая работает на решение проблем развития человечества, прежде всего, экологии. Далее, это очень дружная и слаженная команда, как на уровне региона. Это и Руслан, и Ольга, и Александр, и Дмитрий, и Ян. Извиняюсь, если кого-то не перечислил. Так и на уровне России и международном уровне. Гордость за сопричастность к столь интересному проекту и моральное удовлетворение. И надеюсь, что в ближайшем будущем еще будет и финансовое удовлетворение, потому что мы все верим, что проект и на словах, и на деле развивается, и уже у нас с вами 14 этап. И, конечно же, глубочайшее уважение к лидеру нашему, генеральному конструктору, который не только гениально идею предложил конструкторскую мысль воплощать в жизнь, но еще и как организатор. Вообще, я и прочитал книжку, и в беседе с ним очень многое почерпнул. Человек, который семь раз разорялся до ноля, имел силы и до сих пор имеет силы и нас, и себя вдохновлять, и еще организовал уже в данном случае практический проект, который выходит на практическую реализацию. Дай Бог ему здоровья и нам всем поддерживать его и себя и развивать этот проект. Спасибо всем вам. Да, Александр, благодарю. Да, замечательно, то, что мы начали наш марафон с отзывов наших уважаемых инвесторов, и, конечно, продолжаем работать. И сейчас я хочу на эту такую арену импровизированную пригласить членоправления. Это удивительная, сильная женщина. Когда я смотрю на нее, она просто воплощение силы, доброты, видения. И это Ирина Волкова. И я хочу, чтобы Ирина поделилась своей историей и своим видением проекта. Так что добро пожаловать! Спасибо. Ирина, подключайте микрофончик, мы вас ждем. Коллеги, добрый день еще раз. Хорошо ли меня слышно? Да, добрый день, добрый вечер, все отлично. Я очень счастлива и рада видеть, дорогие любимые лица, с которыми мы прошли и идем дальше в таком замечательном пути. Очень рада слышать вашу настоящую правду, ваши истории, потому что действительно это очень важно. Вы знаете, невозможно рассказать весь путь, потому что это очень большие глобальные такие внутренние эмоции, это очень много интересных деталей. И все время хочется рассказать какой-то маленький кусочек. Но если говорить о проекте, то есть о самой идее, я знала и услышала еще в 2011 году, когда активно занималась своим международным фондом в поддержку инновационных технологий. И практически три с половиной года занималась тем, что мы организовывали огромные международные конференции в поддержку этих инноваций, приглашали различных научных деятелей и пытались каким-то образом внедрить в нашу жизнь, продвинуть те проекты, не проекты, а те инновации, которыми могут пользоваться люди. Но вы знаете, на протяжении этого времени, практически трех с половиной лет, было очень много инноваций, но не получалось это продвигать. Наверное, еще не было то время, когда это было, ну, не просто актуально, а когда это было готово сознание людей, когда пространство открывалось для таких возможностей, когда в 2014 году был целый ряд встреч с Анатолием Эдуардовичем Леницким, с партнерами, с которыми мы сейчас сотрудничаем. И все сложилось самым наилучшим образом на тот момент. То есть мы поняли, что действительно нужно привлекать людей, нужно выходить на какие-то иные способы. Конечно, я стала сотрудничать с первых дней, хотя было очень много нареканий, очень много ситуаций, когда нам просто вот крутили пальцем у виска и говорили, но у вас ничего не получится, это слишком нереально, это слишком фантастично, это что-то необыкновенное. И сейчас вы можете представить, вот какое трепетание внутри, когда мы уже практически на такой финишной прямой, когда мы проделали такой большой путь, и вот осталось буквально несколько щелчков. И знаете, чем именно сегодня мне хотелось с вами поделиться? Потому что очень многие задают вопрос, что да, это большой путь. Я уже не говоря о пути Анатолия Эдуардовича Юниц, но это может быть только гении выдерживают такой накал и имеют такую энергию и большую силу, чтобы это продвигать. Но я могу сказать о себе. Я тоже имела очень достаточно такую успешную карьеру все время, и финансовое, в общем-то, положение мое было хорошее в различных направлениях бизнеса. Но на каких-то этапах заканчивалась мотивация, было неинтересно и работать или, знаете, заканчивался вот тот огонь или тот интерес, хотя финансово бизнес был интересный. Я сейчас не об этих бизнесах хочу рассказать, а о пути, о том, что я все время искала такое направление, где будут сочетаться три важные составляющие для меня. То есть это польза, естественно, для меня лично, это польза для других людей и польза для планеты. И проект Skyway, и наша команда, вся наша семья Skyway, вот сейчас это именно та модель, в которой мне хорошо, комфортно, уютно. И очень часто также задают вопрос, ну, а что вообще подвигает, вот что держит в этом потоке? Потому что вы знаете, на пути иногда мы устаем, иногда мы сдуваемся, и бывают разные ситуации. Я думаю, вы тоже знаете это, и бывают такие некие проседания. Я вот хотелось именно сегодня поделиться тем, что меня держит на плаву, что меня поддерживает именно вот в этом потоке расширения. Я вам могу сказать вот три такие основные важные вещи, которые я сама для себя определила в самом начале этого пути. Я сама с собой договорилась, самое первое, что когда вот будут такие, ну, периоды или когда будут такие этапы, когда, возможно, будет проседание или тяжело, я не буду падать назад, я не буду уходить в управдание или в другие команды, я буду падать вперед. Да, может быть, будут дни отдыха, но я все равно буду держать тот вектор, в котором я иду. Это очень помогает мне до сих пор, и это очень важный момент. И это мое личное правило для меня самой, которое меня помогает, которое меня поддерживает. Вторая очень важная вещь для меня – это то, как я определила свою нужность. Это очень важный момент. Нужность, полезность, то есть с чем ко мне приходят люди. Вот это очень важно понять для каждого. Может быть, это пригодится вам так же. Кто-то очень хорошо проводит вебинары, кто-то очень хорошо проводит только личные встречи. И я очень рекомендую вам усиливать это. Вот найти в себе именно ту нужность, которая самая яркая у вас в проявленном виде, что вы можете делать для этого проекта. Это тоже вас будет держать на плаву всегда. И третий очень важный момент, такое мое тоже внутреннее правило – всегда делать что-то чуть-чуть больше, чем я могу. Это, знаете, такое хорошее правило. То есть отдавать чуть-чуть больше. Неважно времени, навыков, какого-то действия, знания. То есть делать это вот сполна. Тогда все время поддерживается поток энергетических сил, и это работает всегда. Вот эти три вещи, которые действительно могут помогать вам. Просто их нужно правильно для себя сформулировать и сформулировать, извиняюсь, и договориться с самим собой. Вот этим я хотела с вами поделиться. И это очень помогает мне и двигаться дальше, находить решения, которые нам приходится практически по ходу движения, развития проекта постоянно, в общем-то, аккумулировать в самом себе. И я знаю, что очень многие ждут видения новостей. Я могу вам сказать, что мы тоже ждем новостей от живого выступления Анатолия Эдуардовича Юницкого, которое должно состояться в определенную дату. Я надеюсь, мы буквально в ближайшие дни об этом узнаем. И самая большая новость для всех, для нас, это то, что мы продолжаем двигаться. И мы сами создаем это пространство, эти новости, этот путь, это действие. И мы уже на 14 этапе, коллеги. Я именно хочу еще раз вам это напомнить, потому что я знаю, что многие из вас пришли в 2014 году. И российские регионы – это вообще первооткрыватели. Это такие продвиженцы, за что я вам очень благодарна, коллеги. Вы молодцы. Вы идете неустанно, шаг за шагом. И очень хочется поддержать вас. И хотела вам, в первую очередь, сегодня пользоваться такой возможностью, сказать, что с 1 сентября мы открываем новые форматы круглых столов. И мы открываем новую вакансию для России. Мы ищем и, возможно, предлагаем кому-то из вас стать региональным куратором по всей России. Это может быть один человек, это может быть целая команда. Вы можете принять для себя такое решение. Но мы ищем человека, который, знаете, вот с новыми силами, с новыми идеями, с новым таким рвением возьмется за эту работу, с новым планом. Конечно, первое, что нужно сделать, это объединить всех наших российских, русскоговорящих лидеров. Россия огромная. И все время хочется верить в то, что вот сейчас начнется новый рывок, новый шаг, новый пласт. И мы все-таки возьмемся и дозавершим то, что мы начали. Коллеги, как думаете? Давайте сделаем это. И, знаете, вот хочется действительно включиться в такой завершающий этап, который, я думаю, что в ближайшем времени наступит, когда-то это наступит. Это уже время идет на месяцы, коллеги. И действительно сделает очень хорошую работу по России. Поэтому я просто вам одним из первых лидеров говорю о том, что мы ищем таких людей. Мы очень рады будем, если кто-то из вас отзовется, еще раз объединится и создаст ту новую волну по всей России, которая как начала этот великий проект, так и вывершит его, знаете, с таким штампом. Отлично. Сделано. Мы все это сделали. Я еще раз хочу вас поблагодарить и сказать, что мы все в очень правильном и нужном месте. И огромная вам благодарность. Мы будем дальше идти. И если иногда нужно приземлиться, передохнуть, то давайте падать вперед, а не назад. А лучше не падать, а лучше лететь. Поэтому очень хочется много говорить, эмоций много, когда видишь живых лидеров, когда видишь ваши глаза. Коллеги, я вас всех очень люблю. И давайте двигаться дальше. Всего хорошего. И я всегда на связи, если нужна моя помощь. Всего доброго. Благодарю, Ирина. Замечательно. Спасибо вам большое. Благодарю. Действительно, очень трогательно, очень интересно. И чувствуется, что есть перспективы. И также есть перспективы у нас, у россиян. И также есть наверняка сильные лидеры, которые подхватят вашу идею. Ну, я передаю слово. Отлично. Очень мотивирующее выступление. Очень много новостей. Прямо вот между строк читается вот эта вот энергия, что мы идем вперед. Действительно, мы движемся. И если даже хочется передохнуть, это как, знаете, с историей успеха. Не можешь идти дальше в сторону того, что, да, идти в сторону своей цели. Да ты хотя бы ложись в эту сторону и лежи, да. То есть, действительно, мы не сдаемся. Мы взяли эту... Мы вошли в этот марафон, да, вот на длинную дистанцию. И с 2014 года многие в моей команде развивают этот проект. И все еще с горящими глазами смотрят на вот все те перспективы. Мы видим, что проект двигается вперед. Поэтому это все очень у нас правильно и в нужном направлении двигаемся мы. И сейчас я хочу передать слово Яну Соколу, человеку из нашей большой российской команды. Ян, включай микрофон и тебе слово. Добрый вечер, мои дорогие друзья, мои дорогие коллеги. Я очень-очень скучал по вам. Долгое время мы не виделись, не общались. Слава Богу. Слава Богу, что мы есть друг у друга. На самом деле, эта история со Skyway для меня, ну, это просто реализация меня, наверное, или реализация моих мечет каких-то. Потому что я долгое время занимался просто бизнесом. Потом мой друг, моя подруга Ольга Коточикова пригласила меня, скажем так, разделять одно помещение, одно здание совместно с Русланом Багировым тогда, да? И в 2014 году мы все познакомились. И вот в какой-то момент приехал Алексей Суходоев. Я прям помню этот момент, когда он зашел, такой с рюкзаком, обычный парень, и предложил что-то невероятное какое-то вообще. И на тот момент, на самом деле, у меня, ну, зажглось, вот когда я всю информацию-то узнал, все так зажглось, ну, такие были сомнения, непонятно, ну, как так? А в душе всегда хотелось найти какого-то человека, вот какого-то изобретателя, который, не знаю, может, это были какие-то внутренние вот эти вот предшествия того, что будет. И вот инвестировать ему, помочь, вот помочь ему, и тогда все будет хорошо у меня, будет все хорошо у моих детей. Вот. И на самом деле вопрос о том, что же я оставлю своим детям, ну, это был прямо какой-то тоже интересный момент в жизни. И вот, и вот, когда я узнал, я еще несколько месяцев наблюдал, как Ольга и Руслан съездили в Минск, в Москву сначала, потом познакомились там с Эдуардом Анатольевичем, ой, Анатолием Эдуардовичем, извините, вот, и все, и приехали вот с такими глазами, говорят, это просто, мы все, мы заканчиваем бизнес, которым мы занимались, мы будем заниматься Skyway. Для меня было это просто, как это вообще возможно, что это случилось с вами? И все, и вот тогда я стал наблюдать, изучать, и вот это вот обучение, которое изначально пошло, школа частного инвестора, для меня было очень большим, скажем, тоже таким прорывом в понимании, что такое инвестиции, что такое деньги, что такое вообще. А сама технология, это просто, ну, что-то из ряда космического, что-то из ряда такого футуристического. Сергей, господи, Сергей Анатольевич, да, Сибиряков, вот, Сибиряков рассказывал так все это, что мы просто сидели всей командой вот так вот с такими вот ушами и слушали, вот, как вообще это может быть? И потом, знаете, вот это вот время, на самом деле, даже хорошо, что, ну, проект еще продолжается, мы все еще достаточно, ну, еще продолжаем друг друга узнавать, и вот эта команда, которую я потом увидел, международного формата, люди, которые просто горят идеей Skyway, транспортной технологии, улучшения мира, свет, у всех такое позитивное, конечно, это на самом деле изменило вообще всю качество всей моей жизни, вот. И многие крутили у виска и, может быть, даже до сих пор там сомневаются, потому что, ну, как можно поверить цыгану, который рассказывает о космических каких-то там штучках, которые будут вот так вот ездить и еще предлагают в это войти и денег дать. То есть это, как бы, все, чтобы мы привлекаем инвестиции, то есть сюда. Это было, конечно, все космически. Вот. И я на самом деле очень-очень благодарю всю нашу команду. Руслан, ты вообще молодец, настоящий лидер, ты нам давал возможность все обдумывать, принимать решения на своих примерах. Как бы, Алексея Васуходоева тоже очень хочу поблагодарить, потому что, на самом деле, этот человек, он очень изменился, очень вырос мой, прямо вот, ну, на глазах, как из того вот парня обычного, который тогда зашел к нашу офис, стал, ну, совершенно, ну, крутым лидером, на самом деле, который разбирается во многом, который, ну, может сейчас часами говорить о таких вещах, которые просто людям непонятны. Я благодарю всю команду, всю, все те люди, которые обучались с нами, которые прошли вот этот десятиэтапный план обучения. Это просто, на самом деле, очень много дает и очень много заряжает. И счастье, что мы до сих пор можем еще учиться, что нам компания предлагает возможности такие расти, развиваться, что-то узнавать, что-то для себя делать, постоянно какие-то прорывы, постоянно нас всех вскрывают, там, вот, вспомнить, как Юра Галатовна с нами что-то творил, неимоверно, это просто, ну, в жизни простое, вот, как бы, и на работе, но обычно никогда бы такого не произошло. И, а это, наш проект SkyWay, наше направление дает просто, ну, столько эмоций, столько жизни, столько света, любви, добра, вот, всего-всего и перспектив, что, на самом деле, ну, для меня это целая жизнь теперь, как бы, да. И я с удовольствием буду принимать участие во всех, во всех организаторских, там, у каких-то других привлечениях и все остальное. Дальше мы все работаем, мы все будем двигаться вперед. Мы идем дальше. Ян, благодарю за твое выступление. Да, я хотел бы выступить. Действительно, мы командой взяли на себя очень такую большую ответственность, мы двигаемся вперед, и я тебя тоже благодарю за то, что ты с нами. И, Наталья, представь, пожалуйста, следующего спикера. Да, спасибо большое всем. Итак, мы все в позитиве, мы продолжаем. И сейчас я хочу пригласить сюда поделиться своей историей человека из Западной Сибири, из города Сургут. Это Людмила Руссо. Я знаю, что она здесь на связи. Это очень милая, ответственная женщина, очень деловая. За ней идут люди, всегда ее слушают. Вот она уже лидер в команде в Сургуте. Так что, Людмила, жду вас. Включайтесь. Добрый вечер, Наталья. Передаю огромный привет из города Сургута. Прослушав всех спикеров, я просто воодушевилась и думаю, ну, моя речь, возможно, не будет такой, наверное, большой, красочной. Но, тем не менее, что я хотела бы сказать. Я по образованию экономист. И хотела бы рассказать немного с другой точки зрения, с другой стороны нашего проекта Skyway. Я уже давно занимаюсь, значит, покупкой, продажей акций различных компаний. Я трейдер, если кому интересно, могу научить, как это делается. Когда мы с вами изучаем различные финансовые составляющие компании, когда покупаем акции, всегда смотрим на уставной капитал данной компании. И поэтому нам всегда это очень интересно. Но в 2018 году я познакомилась с необычной компанией, значит, компанией Skyway от Натальи. Наталья очень красочно мне все преподнесла. Значит, я была настолько, ну, сказать, что воодушевлена, не сказать ничего. Потому что эта компания не на бирже. То есть мне было очень интересно, что эта компания не вышла на биржу. У этой компании нет акций. И эта компания только еще находится на стартапе. То есть нужно было инвестировать в доли данной компании. Это, ну, если говорить нашим экономическим языком, это очень рискованное дело. Это высокорискованная, ну, скажем так, покупка акций. Но то, что здесь очень интересная технология, и как вот мы специалисты, нефтяники, сразу думаешь, действительно технология просто необычная. И для меня, наверное, вот самое основное слово было, ну, подходящее к данной компании – это космическая технология. Это что-то связано с космосом, и неужели это когда-то может осуществиться. Вот, поэтому сомнений, конечно, было очень много. Но я приняла решение инвестировать в данную технологию, да. Потом начала рассказывать своим знакомым, подругам, друзьям. Вот, и смотрю, что они тоже начали как-то заходить, покупать паи, да, этой компании, и верить в эту компанию. Вот, ну, может быть, то, что я так думаю, что просто доверять мне, моему опыту. Сейчас интерес к данной компании растет, с каждым днем растет. Почему? Потому что мы находимся на завершающем этапе, и стоимость наших долей, она, несомненно, растет. И мне лично очень увлекает вот эта технология, опознакомившись еще вот со всеми спикерами, да, насколько все люди горят вот этим вот, ну, такой идеей, объединением. И мне очень-очень это все нравится. А самое главное, это еще то, что технология, не только космическая, эта технология позволяет улучшить экологию нашей Земли. И все мы с вами, вот сегодня все мы с вами находимся в таком, как бы, скажем, положении, что мы внесли маленькую частичку в экологию выздоровления нашей планеты. Здорово, что есть такие умные люди, которые, вот, кажется, что настолько это далекое, настолько это невозможно поверить, люди придумывают такие технологии. И вот сегодня я бы вот еще хотела что сказать. Ведь, приходя на биржу, когда-то, да, Джордж Сорос, Билл Гросс, Ларри Уильямс, Уоррен Баффет, ведь это, вот сейчас, это для нас, это самые огромные мультимиллиардеры, правильно? Но ведь когда-то они пришли на биржу и сколотили свое огромное состояние. И вот сегодня все вы, все мы, все мы вместе в одной команде покупают только еще, вот только пои, да, доли вот этой вот, скажем так, космической технологии, коренной технологии. Вот, в будущем мы можем создать такое светлое будущее, осуществить свои мечты, значит, помочь своим детям. И это очень великое дело. Я благодарю Наталью за то, что она в свое время, значит, поделилась с такой важной информацией, донесла до меня. И поэтому огромное спасибо. А вот всем, кто еще думает, инвестировать, быть с нами, либо только еще наблюдать со стороны, хочу вам сказать, присоединяйтесь. Это интересное, интересное и выгодное дело. Инвестируйте, если есть такая возможность. Помогите умному человеку, который придумал, который воплощает в жизнь величайшую идею для всего человечества. Спасибо за внимание. Благодарю, Людмила. Да, замечательно. Очень грамотно, от души, от сердца, с эмоцией, да, благодарю вас. И дальше мы продолжаем наш марафон. И сейчас также эстафету правления берет это Владимир Маслов. Это замечательный, грамотный, очень спикер, экономист. И хочу сказать, что его экономические, его вебинары, организационно-экономические вебинары, вот, они просто образовывают всех нас, они нас всех поддерживают, всех нас дисциплинируют, чтобы мы соблюдали имидж компании, чтобы мы говорили грамотно и разбирались также сами во всех вопросах, которые, которые есть у всех нас, у инвесторов. Вот. И так, я приглашаю сюда член правления Владимир Маслов. Спасибо большое за такое теплое, Наталья, вступление. Я даже себя так, да, еще взбодрился больше. Владимир, погромче, пожалуйста, погромче. Меня слышно? Меня слышно, нет? Еще погромче. Сейчас одну минуточку, я переключу. Так, как меня сейчас слышно? Отлично, видно и слышно, да. Все. Тогда, значит, я еще раз говорю, что я благодарю вас за вступление, постараюсь очень коротко сказать свою историю, но поскольку многие уже слышали и много сторон у моей истории, как я оказался в этом проекте, вот, потому что я уже достаточно долго живу, родился в первой половине прошлого века, и перед тем, первый раз я услышал в 2004 году и посмотрел, что у этого что-то может быть и действительно через 10 лет второй раз мне предложили поучаствовать в этом проекте в 2014 году. Я абсолютно, почему я вошел в проект, я вам скажу прямо, потому что по жизни я тоже участвовал, у меня свой бизнес, много бизнесов было, проектов очень много в Эстонии, в Таллине, значит, в Скандинавии, с которыми удачно инновационные проекты, вот, которые были, но, скажем так, как раз к 2014 году, мы весной 2014 года закрыли один международный, между тремя университетами проект, поселение 21 века. Я вам скажу, почему его закрыли, его закрыли потому, то есть мы оставили, архивировали все материалы, сдали их в архивы у всех трех университетов, потому что возможность построить современные самодостаточные поселения 21 века, реурбанизировать нашу планету, будут только в том случае, если будет новый инновационный транспорт. И вдруг мне предлагают, что хочешь послушать про транспорт, и я вспоминаю, что в 2004 слышал об этом. И, как говорится, меня очень воодушевила естественно первая встреча в 2015 году с Анатолием Эдуардовичем. После этого у меня начали все шарики крутиться, и я, скажем так, наполовину сминимизировал весь свой другой бизнес, консалтинговый бизнес с сыном и с моими компаньонами, передал целый ряд проектов, в которых я участвовал, и начал переключаться на это. Почему? Не только потому, что этот транспорт инновационный, еще и потому, что я, естественно, увидел, начал приглядываться, я увидел в том, что абсолютно толково выстроена, была к тому моменту, но ее надо было еще развивать, система организационно-правовая, система обеспечения инвестиций. Что ни говори, скажем так, аналогов в мире практически нет. Хотя все, да, стартапы все делают, все делают, но аналога, где выстроена так система, как у нас выстроена, GTI, владелец технологий и так далее, и так далее, она абсолютно гибкая. И это одно из больших инновационных достижений наших вместе с вами, друзья. Мы в этом участвуем. И подтверждение этому то, что я вот получил, все мы получили аудит за 2019 год. Посмотрите, как капитал растет у компании. Мы с вами богатеем, мы сейчас с вами миллионеры. То есть здесь собралось, на этой площадке, я уверен, что, скажем так, больше половины из 58 человек это миллионеры. Я вас с этим поздравляю, дорогие друзья, и себя в первую очередь. Вот, потому что это клуб, и я вспомнил, что в 2015 году, к сожалению, меня там не было на этой конференции, на первой, потому что я только в конце 2000, скажем, активировался в середине года, в мае месяца, это было в марте, по-моему, первая конференция. Вот, там Анатолий Эдуардович так и сказал всем, кто там присутствовали. Я недавно случайно услышал эту, прослушал его речь, значит, что мы миллионеры, даже миллиардеры, может быть. Я абсолютно в этом не сомневаюсь, потому что вторая такая важная составляющая этого проекта, на мой взгляд, и что тоже меня привлекло. Я вообще инноватор по своим внутренним качествам, и если кого-то интересует, можете порыться. в Эстонии я много таких абсолютно безнадежных проектов как бы был и автором, и сподвижником в этих проектах, и мы их пробили, довели до ума. И поэтому я очень рад, что, значит, Анатолий Эдуардович тоже доверил мне целый ряд вещей, поверил, принял наше предложение в 2015 году реорганизовать компанию и сделать с Кови Кэпитал, когда мы с Инетой Инжаном к нему приехали. Потом нас поддержала Ирина, Волкова, мы перешли все в эту компанию, дальше Алексей, Сергей и так далее. То есть компания состоялась, я хочу сказать, социально-экономическая составляющая. Что это такое? Вот, например, мы выступаем во Вьетнаме, не в парламенте, в Совете Министров, премьер-министра, в кабинете премьер-министра, и он спрашивает, ну хорошо, транспорт это очень важно, а что еще есть в этом проекте? Я им сказал, дорогие друзья, что ваше население может поправить свою пенсионную как бы составляющую, участвую, инвестирую, сколько могут в этот проект. И это его очень сильно воодушевило. И что тут греха таить, это так и есть. То есть у этого проекта и социально-экономическая составляющая. И напоследок, напоследок хочу сказать, что дорогие друзья, сообщество России, кто в основном здесь есть сегодня, да, Российская Федерация, я думаю, и я сильно не ошибаюсь, что самое перспективное будущее этого проекта именно в России будет. Потому что к этому идут все, скажем, все показатели говорят об этом. Я сейчас не буду о них подробно говорить. Что я хочу этим сказать? Я хочу этим сказать то, что вам нужно смотреть с перспективы этот проект, развивать дальше свою деятельность и впереди колоссальный срез возможностей трудиться. Потому что это и для производства большая база, это и для социальных вопросов большая база, это база для многих как бы перспектив. Потому что это колоссальный рынок, и кто же там будет это дело продвигать, если не мы с вами. В каком смысле продвигать? Поддерживать этот проект. Потому что адресные проекты это финансирование. Мы сами должны, мы же участвовали, создали корпорацию, теперь корпорация должна финансировать проекты. А это значит мы с вами. Работы много. С чем я вас и поздравляю. Поэтому я практически думаю, что мне работы хватит на 30 лет вот так. чего я и вам всем желаю. Кому на 30, кому на 50, а кому еще и больше. Я очень рад вас был увидеть. Я рад, что столько молодых и немолодых разных нас здесь есть. И дай бог, чтобы наше сообщество расширялось, становилось более эрудированным. От этого зависит наше будущее. Дорогие друзья, вперед. Я с вами я вас люблю и вас обнимаю. До встречи. Мы коронавирус победим, пандемию пройдем и мы сделаем Скайвей. Он делается и мы его сделаем и пойдем дальше в космос. Спасибо. До встречи, друзья. Владимир, благодарим. Владимир, благодарим. Спасибо большое, Владимир. Спасибо. Да, действительно, всегда у Владимира очень такие краткие, емкие, четкие выступления. Вот, такое по-военному четко, здорово. И так мы продолжаем. Я немножко скажу своей истории. Я Наталья Косполова, куратор в Западной Сибири, города Нижневартовска, Сургута. Я сама из города Тюмени. И хочу сказать, что когда я познакомилась с проектом, с проектом Skyway, это был 2015 год. Я просто-напросто услышала мою подругу и инвестировала. Она мне предложила инвестировать, я купила всего лишь маленький пакет. Но вы знаете, я стала бизнесом в СВС заниматься только после того, как я съездила на Экофест и увидела своими глазами, что происходит, когда я увидела вот этот грандиозный масштаб только людей, которые говорят на разных языках. и вы знаете, мне, что мне особенно понравилось, то, что здесь люди все осознанные, люди, которые осознают то, где они находятся, и то, что особенно не надо людей мотивировать на действие, они понимают, что им делать, и двигаются вперед, потому что есть определенный позыв осознания, почему. И, конечно же, я приняла для себя решение работать с командой, с людьми, так как уже был опыт работы в сетевой индустрии, у меня большие были проекты, которые я вела, и, конечно, я сказала себе, почему бы не начать, говорить, создавать презентации, говорить с людьми, ездить по городам, и когда я стала ездить в свой родной город, город Нижневартовск, вот, и я постоянно ездила туда-сюда, туда-сюда, говорила с людьми, вот, мне моя подруга Жанна говорит, ну, Наталья, отправляй мне книгу, я ничего не понимаю, ты мне хоть расскажи немного, я отправила ей книгу Сокофеста, Небесной дороги Ницкого, и вы знаете, она звонит, я почитала 18 страниц, говори мне, сколько нужно инвестировать, и приезжай, и рассказывай мне об этом, я приезжаю к ней, и с этого момента мы стали строить команду в Западной Сибири, и я понимаю, что такое доверие, я понимаю, что от человека к человеку сначала люди, они доносят свой позыв, свою эмоциональность, свою ценность, а потом уже продвигается технология, именно поэтому, когда мы в команде единомышленников начинаем говорить, говорить о себе, доносить свою мысль, именно это покупается, именно это цепляет, и в дальнейшем хочу сказать, что мы провели с Русланом Багировым ряд конференций в Нижневартовске, для меня это была также такая вот помощь, потому что такой Руслан, такой аналитик, да, я больше эмоциональный такой заводила, он такой аналитик, и мне всегда нравится, что он разбирал всё по полочкам, вот, а я людей собирала, а он объясняет, и в таком тандеме мы провели конференции, с помощью которых также появились новые люди, люди стали продолжать инвестиции делать, и хочу сказать, что сама по себе возможность в компании СВС, она действительно огромная, реализация человека здесь как лидера, как спикера, она действительно очень важна, и ещё хочу сказать, что в течение трёх лет я научилась многому здесь в компании, и объездила много стран, побывала на международных обучениях, и также появилась у меня большая международная команда, такие как Мзия Кириси Лидзе, да, в течение трёх лет она построила международную группу, мы с ней на связи почти каждый день, и постепенно, постепенно человека к человеку из уст в уста растёт и развивается, бизнес, это не просто-напросто мы становимся инвесторами, а мы становимся людьми, которые дают бизнес и дают работу тысячам и тысячам людей, и это тоже важно понять, и мне это знакомо сегодня, люди интересуются не просто купить себе наследие, да, такое, помочь Анатолию Эдуардовичу, но ещё и а что здесь делать, а что я получу, а что я уже сегодня буду зарабатывать, знаете, такие вопросы задают, да, оказывается, ты можешь здесь и сейчас поднять своё финансовое благополучие, вот, сначала мы помогаем Анатолию Эдуардовичу и однажды это будет огромная помощь для нас самих и для наших детей, и сейчас я хочу передать слово человеку крупному инвестору в городе Нижневартовске это Галина Казаченко она один из лидеров города Нижневартовска Галина подключайтесь если вы на площадке так пока Галина подключается пока не вижу может быть она выпала да в таком случае следующий человек да я приглашаю приглашаю сюда на эту сцену также человека из Нижневартовска удивительную женщину вот также крупного инвестора это Татьяна Казанцева она была также с нами на экофесте Татьяна вы здесь на связи подключайтесь здравствуйте здравствуйте Татьяна вас слышно видно здравствуйте мы с вами виделись в Нижневартовске конечно я не такой крупный инвестор как сейчас сказала Наталья что я скажу значит мне 57 лет я живу в Нижневартовске только включился я живу в Нижневартовске так давайте идем тогда дальше если Галина у нас подключится она Галина тогда напишите пожалуйста нам что у вас все в порядке и мы вам обязательно дадим слово сейчас я хочу передать вот эстафету следующего спикерства да то есть Дмитрию Дремову моему партнеру другу Дим подключайся включай микрофон и всем привет бери слово да привет 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 да спасибо Руслан представил Дмитрий Дремов Екатеринбург мне 24 года в Skyway я с 2017 года как только стал инвестором сразу же поехал на Экофест мне было интересно мне было важно знать чем мы занимаемся что мы делаем первую же первую же поездку у меня появилась возможность познакомиться с Анатолием Эдуардовичем Юницким чему я бесконечно рад ты счастлив человек действительно с большой буквы руководствуется тем правилом наверное что если план А не сработал у нас есть еще как минимум 32 буквы чтобы попробовать это наверное про Юницкого попытки его все они конечно увенчались успехом мы сейчас уже у финишной прямой все это знают все это чувствуют я непосредственно как инвестор хоть и не самый большой наверное но свой вклад я думаю внес чувствую это ощущаю я чувствую что мы уже у финиша ощущаю это также и своими какими-то финансовыми победами то есть непосредственно знаю то что я делаю вклад в историю я так же как и любой инвестор кто хотя бы малейшую какую-то роль сыграл в развитии компании меняет историю так же как каждый из нас Юницкий эту историю поменял мы его поддерживаем идем вперед движемся всем новым партнерам людям кто еще думает сомневается не уверен в чем-то разберитесь мой вам совет самый простой вы разберитесь я разобрался когда я только узнал о проекте это было совершенно случайно но все мы знаем что случайности они не случайны я разобрался у меня была такая возможность я наверное примерно неделю я читал материалы изучал биографию смотрел видеоролики для меня это все стало таким фантастическим настоящей фантастикой как это все возможно как это все действительно и это есть уже все сейчас вот завтра у нас нет нужно действовать именно сегодня чего желаю всем новеньким людям кто заходит в проект читайте изучайте разбирайтесь получится у каждого смог один смогут все не смог никто значит ты будешь первым это это точно так оно и будет со Skyway строй Skyway спасай планету всем спасибо Дим благодарю супер все фантастическое кажется но при этом настолько близко настолько реальное что прямо уже будет завтра и следующему спикеру передаю микрофончик здесь сейчас на связи Галина давай Галина включайся так Казаченко Галина мы тебя ждем и так ага Галина попытка номер два давайте все в ожидании западная Сибирь она очень далеко пока сигнал дойдет долетит в глубинку вот так давайте у Галины включен микрофон но не идет звук по какой-то причине это скорее всего да устройство наверное не в порядке либо переключиться ну тогда давайте мы тоже время у нас с вами тоже ограничено будем действовать в темпе и я передаю слово Абдул-Хакиму к инвестору партнеру проекта лидеру своей команды который сейчас находится в Швеции Абдул-Хаким подключайтесь мы вас приветствуем включайте микрофончик и вам слово привет вас всех мои коллеги мои лидеры очень приятно сегодня побить впервые на вебинаре и именно на русском языке для меня поскольку я араб я учился в Москве в 70-х прошлого века в веках мы говорим сейчас я кандидат в физмат наук но по случайности в 18-м году один из друзей предложил мне прямо написал ты знаешь что такое это слышал о skyway я ему пишу нет ни разу неужели ты ты россиянин ты учился там ты все время о России о Москве Красная площадь и так далее я говорю я не знаю я удивился клянусь как как быть ну я посмотрел он дал ну первичные информации и так далее и так далее я смотрю как двигаемся невозможно верить как вы сказали первый раз это не входит в голову ну я тут же не думая второй день я говорю давай будем регистрироваться третий день я говорю давай будем я буду инвестировать и тут же я не буду я в цифрах я поставил или там ну тысячу долларов вот здесь получилось тоже интересно я хотел тысячу долларов каждый месяц в рассрочку ну я по ошибке в сушеном туда но я не удивился ну думал ничего и начал вторую рассрочку тут же меня очень приятно ну меня слышно я спрашиваю хорошо слышно да да все отлично слышно ну вот и начал инвестировать начал работать начал приглашать друзей ну на русском на арабском на английском ну я должен так хочешь не хочешь надо строить свою команду свою структуру я привык и работал больше ну с пятого года 15-20 лет в разных компаниях МЛМ и так далее и так далее но нигде я не получил удовольствие абсолютно нигде не зарабатывал но мучение было мы всегда в МЛМ вы знаете мы всегда вне круга а когда инвестинг как называется крауд крауд вестинг то есть народное инвестирование ты находишься именно внутри то есть соблодеристы технология всякие 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 ну короче с удовольствием я начал искать я начал искать не меня искали где лидеры Sky ну Skyway Capital ну я я не буду подробно где был как был но ну дошел до уважаемого Алексея Суходуева он говорит говорит я у меня не будет времени и так далее и так далее я говорю неужели я не буду отвлекать вас у меня опыт достаточно он говорит я тогда предлагаю давайте Вячеслав Кавли я говорю сюда в Освел если ваша команда я пойду ну и так пошло потом через время я познакомился с Русланом Русланом с удовольствием он достаточно опытный и лидер и аналитик аналитик как говорила Наталья но всесторонний не только дело не в этом но надо помогать друг другу в нужное время консультация иногда мы ночью поздно по разным делам как записывать как регистрировать как это чтобы успешно наша работа пошла ну слава богу когда объявили последний стартап 1 120 помните мы в июне и до прошлого месяца ну с удовольствием я начал и начал инвестировать кстати с 18 года я и вся моя семья ну и супруга и дети все инвестируем как заканчивается еще раз еще раз и я пошел по этим новым взял на себя на супругу на дочь ну один 120 и короче решили мы строили по предложению руссвана я строил как называется ватсап группу так называется инвесторов skyway инвесторов куда входили в основном все арабы арабы ну двое трое русских или русскоговорящих ну за один полтора месяца я говорю вам прямо больше 30 или 50 человек я вел туда и отобрал из разных компаний я не буду называть Руслан знает хорошо и удачно было они с удовольствием поверили в меня и все начали вкладывать и ну кстати один из них но я не буду его называть имя но он взял прямо 15 15 пакетов по 1200 долларов это вообще сила для нас то есть мы все поддерживаем этот уникальный проект проект Анатолия Эдуардовича Юницкого человек я не знаю я как физик я тоже инноватор инноватор и работал у меня тоже свои изобретения только в области нанотехнологии технологии и я поддерживаю от души с удовольствием человек гений гений ученый инноватор я не знаю как поэтому это значит этот проект он уникален во всем мире нигде не повторили ни в США ни в Японии ни в Китае не могут я уверен потому что за ним настоящий гений Анатолий Эдуардович Юницкий я не буду вот видите писал сколько но я не люблю писать я извиняюсь я не буду читать оттуда что системы струнные технологии значит они безопасны скорость экономичность и так далее все это ну это очень радует нас мы освобождаем землю для людей для растений для животных и все эти выхлопные газы туда далеко надо везти поэтому я очень поддерживаю и вызываю всех присоединяться к нам к Skyway инвестировать и чтобы мы вышли на 15 этап и скоро на бирже спасибо большое вам всем и Skyway спасай планету спасай людей спасай животных и растений спасибо благодарю да благодарю Абдул-Хаким что вы подключились к команде прям активно двигаетесь я вижу вот горящие глаза то что вы прямо живете этим проектом это очень классно мы все здесь именно вот с этим настроем и следующему участнику я хочу дать слово Аркадию Бирюкову из города Екатеринбурга Аркадий бери слово включай микрофон и поделись с нами почему-то Skyway Аркадий как у тебя со связью так тебя не видно ой тебя видно но тебя не слышно у тебя со звуком что-то видимо хорошо так вот сейчас лучше да да давай вы знаете я посмотрел сейчас послушал всех спикеров и вы знаете я понимаю что мы вообще очень все друг на друга похожи то есть у нас действительно такая семья и сейчас я буквально вот в эти три минуты скажу почему мы друг другу на друг на друга похожи и рассказывать я буду именно исходя из того что вот что меня привело в Skyway Capital вы знаете я искал то есть я всю жизнь занимался бизнесом естественно конечно как у любого человека наверное были и взлеты и падения но я заметил у себя такую вещь когда ты падаешь в следующий раз ты поднимаешься значительно выше чем был в прошлый раз и вот после такого падения я случайно в интернете нашел информацию о Skyway и теперь вот вторая вещь почему мы друг на друга похожи вот это все получается что падает взрыхленную почту то есть мы ищем второе конечно же это меня вдохновила сама идея трудного транспорта то есть я сразу же ну просто загорелся увидел красоту этой идеи настолько она меня вдохновила что действительно с помощью вроде простых вещей но решается столько глобальных вопросов там по безопасности по экологичности там по скорости и так далее и так далее и так далее то есть в принципе люди кто нас слушает спросите кто вам рассказал про эту технологию они вам это все подробно распишут третье что меня вдохновило это конечно Анатолий Эдуардович то есть человек вот Дима мне понравилось сказал что там 7 раз падал и действительно есть варианты там 32 буквы когда у человека продумано и он идет дальше если что-то не получается это вот как раз о том что человек падает поднимается и он поднимается еще выше чем упал и наверное четвертое что нас очень многих всех объединяет это как раз сопричастность с великой идеей то есть вложить свою энергию пусть даже маленькую какую-то там небольшую часть но тем не менее вы вкладываете эту энергию и потом когда вы видите вот это все общее общая эта энергия она вкладывается в такую реку которая просто-напросто сметает все на своем пути и мы сейчас уже действительно когда я в 14-м году это все увидел конечно были картинки да были так сказать ну как бы описание что это все будет здорово но когда мы сейчас вот в 20-м году видим насколько развелась технология насколько это грандиозно и уже действительно финишная прямая то ну здесь просто-напросто радостно за себя что ты действительно не ошибся ты просто-напросто шел падал как вот Ирина сказала Волкова что падал вставал и падал и всегда вперед куда-то то есть ты благодарен во-первых себе что ты ну не свернулся этого пути что ты наконец-то так сказать уже доходишь до результата и вот сейчас чуть-чуть осталось до того чтобы когда это все реализуется вот фактически теперь понятно то есть можно есть объяснение почему мы собственно говоря все вместе таким громадным коллективом то есть нас уже там за полмиллиона я думаю там уже скоро и миллион будет людей на планете которые поверили во все это и вложили маленькую пусть часть себя вот это как раз и есть тот самый там краунфаундинг краунтинвестинг когда с миру по ниточке каждый принес свою веточку знаете как вот муравьи такой громадный строят здание так и мы вот этими маленькими такими вложениями но мы помогли Анатолию Эдуардовичу и тому громадному коллективу уже там больше тысячи человек в Минске в нашей родной уже практически нашей Беларуси создавать эту технологию вот то есть я благодарен ну я не знаю там вселенной всему там что меня привело в эту компанию я благодарен нашей команде Екатеринбургской потому что мы действительно здесь продвигаем уже адресный проект и в общем я думаю у нас все получится вот естественно нашей общей команде вот этой международной что мы действительно там движемся к светлому будущему ну так что уж говорить то спасибо благодарю Аркадий мы действительно увидим эту технологию в своих городах каждый в своей стране это правда я в этом больше чем уверен и мы как раз к этому и идем и сейчас я хочу передать вот слово своему партнеру человеку который меня поддержал в самом начале пути Ольга Каточикова включайся и расскажи свою историю Оля сегодня вместе с Александром в одной комнате у них классная заставка Оля тебя видно добрый день я прям от души всех приветствую я так рада всех видеть вообще просто это великолепно наша чудесная команда знаю практически каждое лицо и каждого человека кто здесь есть и действительно мы вместе с Русланом прям вот самого самого первого минуты секунды когда Руслан мне сказал о том что Оля есть вот такой проект и я не на минуту да помнишь я говорю о классно давай и не сомневались изучали смотрели смотрели сайт Анатолия Эдуардовича прям не отрываясь днями ночами изучала что там такое как там вообще и когда все этот масштаб увидела Руслан это что-то грандиозное и конечно мы с первого дня с первого месяца с первых минут решили что это дело которому стоит посвятить время которому стоит посвятить свою энергию и с огромным удовольствием взялись за дело и у нас прямо буквально в первые месяцы в мае месяце помнишь Руслан у нас был уже большой баннер огромный на все стекло в офисе вот прямо два на четыре да он большущий и мы с таким удовольствием написали что у нас инновации новые транспортные технологии и с того момента эта идея она не отпускает вообще не отпускает ни днем ни ночью не отпускает я со всеми разговариваю всегда про Skyway и вот вся команда кто сегодня здесь выступал всех обожаю Аркадий Ян Александр Баранов Дима все с кем мы дружим с кем мы продвигаем Александр Карин ты тут рядом я тебя чудесный Саша да мы очень преданы Skyway я считаю что это лучшее что вообще в жизни Бог такое послал такой проект потому что здесь можно во-первых чудесную дружную команду да иметь она у нас есть замечательная команда инновационный транспорт мы помогаем миру мы что-то строим новое привлекаем энергию да вот сюда в создание технологии и конечно же в первую очередь надо всегда подумать о себе любимом и для себя любимой я точно понимаю что дети моя семья дети мои родственники и все благодаря тому что для нас открылся этот проект будут счастливы состоятельны могут позволить себе обучаться где жить то есть это просто прекрасное будущее и это тоже очень важно и не хочу сказать что вот вроде все случайно да случайность и не случайность случайно случая то есть это все пришло случая и мы этот луч увидели услышали и для себя открыли и на сегодняшний день мы инвестируем ну я Руслан знаю вся наша команда Александр Аркадий все инвестируем с того момента как вот мы пришли мы ни одного месяца ни одной минуты нисколько не пропустили мы всегда поддерживаем технологию какая одна рассрочка заканчивается следующая открывается или быстрее завершаются рассрочки мы снова инвестируем я считаю потому что раз это наш проект как мы можем остановиться на полпути и сказать ну да вот я вроде внес там свое уже мне хватит мне достаточно у меня уже столько-то есть я подожду как вы там будете развиваться я даже не могу представить себе такое чтобы вот я свои там 10 процентов и не отдала в проект который ну это же наше предприятие это мое предприятие я туда вкладываю поэтому с огромным удовольствием инвестирую очень чудесную вещь Ирина сказала сегодня за объединение России прямо это очень хорошая идея я думаю что мы с огромным удовольствием поддержим это вот да я это мы давно мечтали о такой хорошей штуке про Россию мы любим очень Россию и когда сказали что там Европа больше инвестирует еще мы понимаем что мы с 14 года поверили и были когда это было просто вот картинка на бумаж ну в компьютере да компьютерная графика картинка и что сейчас я счастлива я счастлива что я знаю лично Анатолия Эдуардовича я знаю лично всю команду все правление я я очень горжусь этим поэтому вот так вот ну я могу много говорить про Skyway могу много говорить но сегодня у нас тема потому что на самом деле ребята про вот про то что компания нам дает огромное количество информации необходимой для того чтобы мы следили за проектом интервью и все вот это это конечно пересказывать нет смысла а то что мы именно можем поделиться своей энергией и любовью к Skyway это вообще очень важно я прям счастлива что у нас такие сейчас есть технологии да которые могут позволять раз и все в одной комнате здорово всех благодарю строй Skyway спасай планету инвестируйте не забывайте пользуйтесь акциями ну еще смотрите какой момент я для своих вообще друзей родных знакомых я же их люблю вот я же это делаю из любви не от того чтобы мне там что-то с ней я же это делаю из любви и им говорю ну вы представляете я буду богата а вы а вы что кто мне скажете Оля почему ты не сказала в определенный момент не сказала давайте уже точно и поэтому не бойтесь не стесняйтесь делитесь приносите своим родственникам близким друзьям только добро чтобы они потом вас поблагодарили да в будущем вот да однозначно то что мы делаем это благая весть да очень благая весть и она с радостью несется и я с огромным удовольствием вот так вот прям гордо говорю мне нравится знаете что еще в проекте что об этом проекте я могу говорить абсолютно с любым человеком вот просто с любым если например ну вот ну про какие там ну про косметику про продукты то есть про какие-то узконаправленные вещи можно говорить с определенной аудиторией то про Skyway можно говорить абсолютно со всеми начиная от детского возраста заканчивая совсем пожилыми и любого ранга ну главное знать информацию да с кем как поговорить то есть человек который уже высоко там в костюмах и такие важные дядьки в правительстве с ними надо говорить другим языком но тоже можно и абсолютно простым бабушкам на лавочках у подъезда тоже можно это рассказать хоть кому поэтому делитесь со всеми всех люблю да супер благодарю Оля за вот такое выступление ребята вы супер прямо вообще мы классно сегодня движуху наводим прям чувствуется энергия да мы уже говорим с вами ну мы готовили полутора часа да мы готовились на самом деле очень готовились да классно замечательно я с таким удовольствием вас послушала особенно Олечку тебя вот да очень хочу чтобы у вас все получилось чтобы действительно группы росли и развивались и я вижу что здесь в СВСИ собирается масса единомышленников которые здесь начинают дружить друг с другом начинают помогать друг другу развиваться и это не случайно то что здесь мы собираемся это что-то что-то нами движет такое общее и ценное и сейчас я хочу пригласить сюда человека из Тюмени это человек которого я ценю уважаю она знает языки она преподаватель и человек который вошел по доверию также в данный проект это Анна Переводчикова Здравствуйте вы на связи? Да Здравствуйте всем слышно меня? Отлично слышно да отлично зовут меня Анна Переводчикова я живу в городе Тюмени у меня своя языковая школа я преподаю английский на английском говорю свободно и Наталью Косполову знаю давно мы с ней одно время очень много делали разных проектов совместно и вот однажды сидим готовимся к какому-то очередному проекту она мне говорит слушай говорит я инвестировала деньги в транспортную компанию нового уровня думаю что это такое она мне начала рассказывать там что-то было в общем такое не совсем понятное но интересно потом она съездила уже в Белоруссию в Марину Горку и я тогда очень заинтересовалась этим проектом и тоже инвестировала и чем меня привлек этот проект я автомобилист я каждый день езжу на своем транспорте и все знают что на дорогах пробки выхлопные газы экология у нас страдает от этого от всего и вот еду как-то по дороге и мечтаю вот здесь будут стоять ажурные эстакады а по ним будут двигаться юнибасы это будет все комфортабельно красиво безопасно никаких вам пробок я просто влюбилась в этот проект ну вот мгновенно и как бы вот с 2018 года я в проекте еще хочу сказать что мы вот сегодня создаем будущее для наших внуков то есть для новых поколений которые придут на смену нам и скажем так мы закладываем им счастливое благополучное безопасное детство с хорошей экологией с хорошей инфраструктурой и конечно я считаю что я сделала очень правильно что я сегодня нахожусь вот вместе с вами очень прекрасная атмосфера очень зажигательные все вот речи некоторых людей здесь знаю лично и очень радуюсь от того что когда-то мы с вами вместе пили чай сидели беседовали я вам задавала разные вопросы вот и очень рада что на сегодняшний день проект развивается что на сегодня уже создано много всего нового прекрасного и думаю что ну может быть через какое-то время и нам сильно с вами повезет мы тоже будем ездить вот на этих плюни-басах знаете это просто вот ну моя золотая мечта и на сегодняшний день мне очень приятно участвовать в марафоне Skyway Skywalk Community быть вместе с вами с единомышленниками участвовать в большом вот таком международном проекте поэтому желаю всем радости благополучия процветания и нашей планете конечно же зеленеть хорошеть благоухать и конечно чтобы мы с вами создавали ну более процветающее будущее потому что мы сегодня вкладываем свои ресурсы время деньги душу наше светлое прекрасное будущее так что всем удачи и всяческих благ у меня все благодарю тебя Анна да действительно очень ценно это здорово когда люди с которыми ты дружишь совместно работаешь подключаются к проекту и вы вместе продолжаете здесь так же и работать и быть совместно в данной теме и сейчас я хочу еще раз пригласить Татьяну Казанцеву вот Нижневартовск она ждет она уже здесь она на связи и благодарю вас всех спикеров также очень эмоционально красиво все включайтесь Татьяна так пока у нас Татьяна включается вот Галина написала тоже спикер который не мог подключиться а просто написала в чат я бы хотел зачитать вот она пишет всем всем здравствуйте меня зовут Галина Казаченко я работаю главным бухгалтером в крупной строительной компании узнал о проекте в сентябре 2019 года на презентации в городе Нижневартовске информацию которую дала Наташа Косполова меня впечатлило перспективами развития транспортных дорог и кроме перспектив я как бухгалтер понимаю что такое инвестиция я умею считать и пересчитывать цифры поэтому решение инвестировать в проект приняла сразу потому что на самом деле вижу в этом огромное будущее не только для себя и своих детей но и для своих внуков купить себе свое финансовое благополучие я благодарна за то что меня пригласили не только в проект но еще и в этот марафон сегодня я еще раз убедилась в том что нахожусь в нужном месте и в нужное время благодарю что вы написали именно в чат это прямо круто желание человека выступить желание человека сказать слово не важно что она не включилась она просто зелая написала благодарим вас но если подключаетесь кто у нас Татьяна со словом следующим пожалуйста включайте микрофон да если мы идем дальше да если мы идем дальше то я приглашаю на эту площадку Людмилу Ивашенко из города Екатеринбурга Людмила прошу вас включайте микрофон и расскажите нам что вас впечатлило в проекте что вас сюда привело Людмила с моей команды я просто вас уважаю люблю давайте вам слово слышно меня нет да да слышно да да а то что-то чистый такой звук был я думаю меня тоже не слышно все отлично все отлично хорошо добрый вечер всем уже считайте полтора почти два часа идет наш марафон но прекрасно все высказывают свое мнение в общем я Людмила Ивашенко в Екатеринбурге я в Екатеринбурге я приехала из Казахстана вот но у меня значит произошел здесь несчастный случай в семье мой сын попал в автомобильную катастрофу пришлось столько много пережить столько средств понадобилось для того чтобы восстановить своего сына сколько терпения сил и воли надо было все я все время думала господи ну хоть бы какой-нибудь транспорт придумали такой чтобы не было этих аварий не было такого горя у людей и тут в 2014 году в 99 году произошла эта катастрофа у меня с сыном а в 2014 году значит мне на скайп из Казахстана присылает информацию присылает о том что у вас в России работает такой проект и ты о нем не знаешь я говорю ну вот не знаю давай познаком ну и все и я не задумываясь не задумываясь сразу контракт вот подписала вот и как говорится с Казахстаном связь потом оборвалась думаю как же мне продолжать то дальше покупать эти акции и я значит начала искать скайвей в Екатеринбурге и тут я нашла значит на улице как эта улица сейчас называется не знаю Пушкина нашла вывеску скайвей я туда забежала с таким восторгом говорю наконец-то я нашла скайвей как раз был Руслан Солей там они только-только сняли этот офис и все и я говорю вы знаете я подписалась в Казахстане а никто меня не руководит мной что я должна делать как-то Руслан сказал все приходи к нам будем вместе работать и так с 2014 года я не пропускаю ни одного месяца чтобы не проплатиться ну так как транспорт этот мне моя в Казахстан написала транспорт безаварийный чисто экологичный скоростной ты будешь ездить в Казахстан за час ты будешь там быстро все никаких аварий конечно после того что случилось в моей семье естественно я безоговорочно приняла решение начала разговаривать со всеми людьми с кем рассказывать на каждом где бы я ни была я только говорила о скайвей два раза я была на экофесте в 2017 году в 2018 я еще больше убедилась в том какой это шикарный какой прекрасный проект грандиозный в мировом вообще сейчас на планете нет лучшего проекта чем наш скайвей но статус у меня в компании я мастер вот очень нравится мне партнерская программа где я зарабатываю неплохие деньги вот и как сказать не пропускаю ни единого месяца чтобы не проплатиться вот уже 6 лет ни единого месяца я не пропускаю я очень горжусь конечно что я нахожусь в таком глобальном мировом проекте вот и все супер благодарю Людмила действительно партнерская программа это тот инструмент который позволяет нам в проекте быть сопричастным да и я тоже пришел в проект именно потому что это возможности реализоваться это возможность свои навыки применить именно вот в таком глобальном проекте и быть действительно полезным этому миру и я вот тоже пришел в проект именно за тем чтобы найти свое дело жизни то есть прийти сюда мне еще помогла моя профессия да то что я по образованию инженер путей сообщения и по образованию должен строить дороги автомобильные дороги аэродромы у меня вот специалитет и поэтому конечно для меня это было действительно вот таким вот откровением что вот оно вот эти знания которые мне которые я получил образовываясь в университете теперь я могу их действительно ну вот каким-то образом применить в той специфике которой я занимался да то есть инженерное образование я получил но я не работал по специальности я занимался бизнесом и в том числе и партнерскими программами в том числе и партнерским бизнесом поэтому здесь конечно это максимально дай бог никогда не было больше у нас от существующего транспорта чтобы у нас не было инвалидов больше не было ну да мы ждем мы ждем я не знаю каждый день мы ждем чтобы эта технология как можно быстрее вошла в эту жизнь как можно больше пригласить людей я лучше в сбербанк рубль не отнесу но сюда я положу последнюю кофейку однозначно это тоже определенные выгоды мы это тоже видим и я хочу вот в завершении нашего марафона да вот у нас последний спикер Людмила Ивашенко да и у нас сегодня есть еще который ждет который сейчас решила большую проблему вот перезаключить выгрузилась да потому что тролли бушевали ее случайно удалили и она сделала все чтобы быть вместе с нами это Татьяна Казанцева да сейчас Татьяна подключайтесь мы вас ждем и да мы на связи вы на связи Татьяна вы на связи вы можете говорить вас не слышно ну видимо все таки не судьба да получается и у нас у нас с вами смотрите и мы идем дальше и у нас с вами есть сюрприз который нам обещал Алексей Суходоев о том что мы будем сегодня узнаем с вами сегодня новость от Майкла Бенга это тренер который будет нас с вами учить продажам это тренинг такого действительно достойного уровня и для многих из нас он будет бесплатным потому что мы с вами это заслужили потому что мы с вами создаем действительно такую благоприятную среду для того чтобы люди могли приходить со своими инвестициями получать вот участие в таком международном проекте и с ранга мастера это обучение будет доступно и в наших личных кабинетах я вот Артема попрошу включить это обращение это тоже один из сегодняшних таких вот изюминок нашего марафона привет меня зовут Майкл Бэнк я являюсь автором пятизвездочной системы продаж скажу несколько слов о том кто я такой и почему я разработал данную систему я родился в Копенгагене Дания но на сегодняшний день вместе со своей женой я живу во Флориде в течение лет я занимался разными вещами это был и морской флот я путешествовал по всему миру и видел очень много потрясающего затем после этого я ушел в нефтевдобычу в пустыне Сахара и конечно же это был феноменальный опыт для относительно молодого человека после этого я занимался туризмом в Испании и это конечно же фантастический опыт на острове Ибице после этого я перешел в бизнес и в начале это был международный фандрайзинг после этого это были бриллианты продажи меховых изделий и так далее и весь вот этот опыт который у меня сформировался в работе в продажах ведении бизнеса позволил мне собрать воедино мою пятизвездочную систему продаж поскольку в пятизвездочной системе продаж речь идет о двух ключевых факторах речь идет о том что такое правильный образ мышления для того чтобы мы были способны ментально идти и находить самых лучших клиентов а второе это наши навыки потому что если у нас нет правильных навыков то конечно же нам будет очень сложно на сегодняшний день я очень горжусь то что являюсь стратегическим партнером компании SWC поскольку SWC это потрясающая компания и я настолько впечатлен их инновациями их креативом то что они создают постоянно в вопросе новых технологий и так далее и что это дает вам если вы становитесь партнером SWC это открывает двери для вас в вопросе двух очень интересных возможностей во первых это возможность бизнеса это и краусфандинг это и создание вашего собственного бизнеса а второе когда вы становитесь партнером SWC вы также имеете доступ к моей программе обучения поскольку она включена в этот пакет для того чтобы вы способны были научиться не только продавать легким клиентам но также и иметь правильное отношение и навыки и продавать самым сложным клиентам которые существуют на рынке и возможность для вас сейчас заключается в том что становясь партнером SWC и проходя эту программу обучения вы можете делать все это в формате онлайн есть и теория есть и практические задания практических заданий очень много и это то что действительно позволит вам отточить ваши навыки чтобы вы были способны стать гораздо более успешными поэтому мои дорогие амигус не упустите данную возможность она ждет вас и я с нетерпением жду встречи с вами во время обучения и развития себя изучая пятизвездочную систему продаж для того чтобы вы начали свое путешествие и достигли пятизвездочной жизни амигус до встречи с вами на обучении вот такое вот замечательное обращение от я уже хочу учиться Майкла Бенга мне очень хочется учиться и развиваться я знаю что мы все вместе будем подтягиваться до уровня мастера ну а если не до уровня мастера то значит все равно будем учиться и нам компания даст возможность слушайте новости выходите в сайт и будьте всегда на связи и классный марафон спасибо большое что все вы подключились и знаете всегда есть люди которые где-то мешают но всегда нас больше тех людей которые в позитиве и стремятся решать проблемы двигаться вперед вот я благодарю мою команду Западной Сибири и также благодарю команду Уральского федерального округа Екатеринбург спасибо я люблю вам приезжать вот надеюсь совместно проведем какие-либо мероприятия вот когда откроют все полностью залы и ну что ж желаю вам удачного развития большого больших команд вот перспективы у нас огромные благодарю вас за всех за участие в марафоне отлично я тоже всех благодарю Наталью благодарю всех партнеров кто сегодня выступал кто сегодня слушал нас всем членам правления которые подключились к нашему вот такому мероприятию за благодарю за огромную поддержку и давайте двигаться дальше достигать новых статусов у нас с вами появляется множество инструментов и это все сделано для нашего с вами развития ребята всем пока пока благодарим до новых встреч всем 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 успехов счастливо до свидания до свидания всем успехов всего хорошего спасибо большое всем всем строй skyway спасай планету россия вперед россия вперед да точно россия вперед тренинга пока руслан всего хорошего пока пока организаторы молодцы спасибо все здорово организаторам большое спасибо ирина у нас есть кандидат на россию спасибо всем большое мы поможем из швеции если не найдется в россии мы готовы всем нам надо вместе подключаться и двигаться вперед ладно друзья россия очень большая работы хватит всем всех благодарю всем удачи 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...